Аплодисменты Это, конечно, тоже важно, но в первую очередь это ощущение того, что ты важен в своей профессии. Я долго не буду говорить, я хотел бы сформулировать, наверное, одну маленькую мысль. Вот как измерить успешность учителя? Как понять, на своем месте человек или не на своем месте? Это, на самом деле, очень непростой вопрос. Измерять можно по результатам ЕГЭ, конечно, по каким-то еще официальным параметрам, по успеваемости учеников и еще почему-то. Но это все какие-то внешне официальные цифры. Для меня успешность учителя заключается прежде всего в том, что когда о человеке говоришь, сразу же возникает в душе улыбка. И теплое чувство. Вот это важно. Это, безусловно, важно, потому что от личности учителя зависит очень многое. Ребят, я от вас всех, можно, да? Поздравляю наших замечательных учителей с праздником, с нашим днем, с днем учителя. И дай Бог терпения, удачи и улыбок, которые внутри согревают вашу душу. Спасибо большое. Наступает главный праздник. Праздник света и ума. Поздравляет педагогов вся огромная страна. Учить трудиться, думать смело, шагать. Дороги хороши, нет в мире радостнее дело, чем воспитание души. Наставником стихи и песни, сверкание вдохновенных строк. Мудрейший изо всех профессий, величию звания, педагог. На сцену для поздравления приглашается 8-й Б-класс. Поприветствуем, ребят. АПЛОДИСМЕНТЫ В этот праздник, день учителей, позабудьте все свои прибыли. Вы на мир смотрите на сферу. Вы для нас всегда источник света. И ребята, все, как говорят, вам присут красивые букеты. Ведь для них сияние ваших глаз лучше, лучше, чем... Лучше, чем... Лучше, чем... Лучше, чем любая из панкбалов. 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 Упешные долгие годы вместе с письмами счастья летят. У каждого в жизни есть милый учитель, А сколько он сделал для нас всех открытий. Грустит наш учитель, немного сидеет, Но только душою своей не стареет. Цветут ли цветы небывалые, Года пролетают немалые, Но ваша улыбка красива, Огромное всем вам спасибо. Цветут ли цветы небывалые, Года пролетают немалые, Но ваша улыбка красива, Огромное всем вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть будет вечен праздником, чем будни, Но тот, кто стал учительным, поймет, Какое счастье быть полезным людям, Учить его величество на народ, Нести ему дар мудрости и знания, И доброты своей сердечный свет, Некто на земле ответственнее призвание, Почетнее и радостнее нет. Следующими на сцену приглашаются ученики 9-го А-класса За свои поздравления учителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Пришел октябрь, и вечные мечты Увяли, растворившись серых лужей, А в классах распускаются цветы, И головы совсем по майски кружат. Надежда вновь спускается с небес, И англами трепещат парусами, Ведь школа — это дом больших чудес, Который создан нашими руками. Учитель-маг, волшебник, чародей, Что лепит мир из первородной глины, Из детских грез, улыбок, из отей, Больших проказ и шалостей невиданных, Своих сомнений, планов и трудов, Дней сумасшедших и ночев бессонных, Заботу и безмерную любовь, Добавив в этот список плодотворный. Звонок зовет не просто на урок, На мудрый и священный арт творения, За тихий класс заходит педагог, Навстречу новым, лучшим поколениям. Учительство — не труд, а отречение, Умение всего себя отдать, Уйти на долгий подвиг и мучение, И в ветер видеть свет и благодать. Учительство — когда в глазах холодных Зажжется понимание заря, И ты поймешь, старался небесплодным, И знания разбрасывал не зря. Слово для поздравления Предоставляется восьмому А-классу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ КОНЕЦ И за горами, и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с вами, вернее, чуть пораньше вас. Вы с ними заново открыли и звездный мир, и тань земли. Они мечтой вас открыли, сердца надежды зажгли. А теперь для поздравления на сцену приглашается десятка лет. Учительские будни нелегкие, учительские праздники недолгие. Но вы незыблемо стоите у доски живым примером мужества и долга. Умом Россию точно не понять и не измерить баллами в журнале. Но будем жить, бороться и страдать, Копить в душе и боль, и благодать. Чтоб не скупять потомкам отдавать Открытия, мечты и идеалы. Тоскует осень листьями шуршит, Но не вернутся в радостное лето. Но так рябины гроздья хороши, Так весело смеются малыши, Что сердце снова на урок спешит, И благодарны мы судьбе за это. Быть учителем — привилегие, Нелегко ее заслужить, Эффективно выбрать стратегию, И в детей всю душу вложить. Быть учителем — испытание, Будто в бой идти на урок, Всыпать пулями замечания, Забывая развести бурок. Быть учителем — искушение, Все внимание на тебя. Но если нет уважения, Переходим в страфе номер два. Быть учителем — это культово. С вас мы, дети, берем пример. Наших судеб, умелые скульпторы, Режиссеры наших премьер. Бессмертными идеями очерчено, Пусть будет труд ваш честен до конца, И вам тогда откроются на встречах Сограждан юных чистые сердца. И пронесу до них, как эстафету, Как память об учителе своем, Стремление к краше сделать землю эту, Планету, на которой мы живем. Слово для поздравления предоставляется 10-му А. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стремление к краше. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Чтоб долететь, могли мы словно птицы До мудрости заснеженных вершин Учителя для нас, мы свет в окошке Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты Спасибо вам за истины простые Спасибо за терпение и гру Спасибо, что для нас определили Учителя для нас, мы свет в окошке Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты Желаем счастья, сил вам и здоровья Цветом успеха, радости, любви Глазам у вас озера доброты Учеников веселые сословья Желаем, что вы вечно жили вы Учителя для нас, мы свет в окошке Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты Глазам у вас озера доброты И даже если сердитесь немножко Глазам у вас озера доброты Редактор субтитров А.Семкин Учитель, труд ваш кропотливый С каким трудом еще сравнишь Ты словно сеятельный клевый Без ценной урожая остишь Ты будто пекло открывать И ведешь по жизни молодежи Ты в томных знаний, как старатель Крупецу золото найдешь На сцену приглашается седьмой акт-класс Поприветствуем ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Мы поздравляем вас, учителя, зелёных и предстажек закалённых. Свою работу мы всегда влюблённы. На ваших нервах держится земля. Мы поздравляем вас, ученики. Вас учат настоящие герои. Пока страну крушат и снова строят, они стоят за стражу у доски. Всё поведа, реформы и застой. Они для будущего копят силы. Учителя, запасных, золотой и стратегический ресурс России. Слово для поздравления 11-му Б-классу. Слово для поздравления 11-му Б-классу. Золотой! Стой! Не забывай, почему? На, возьми. Зачем мне? Всё, учитель. Золотой. Ну ладно. А ну-ка стой, куда пошла, иди сюда. Почему опять безусловно? Золотой костюм. Вчера шла, и на него красный, 50-го этажа. Золотой костюм. Золотой костюм. Так, ты не придёшь, не... Придёшь без формы, не пущу. Золотой костюм. 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 Уважаемые коллеги, учителя, прошу собрать вас в операционное совещание 24 футболка. Уважаемые женщины не буртуально, но не настолько же... Ну да ладно, у нас сегодня произошло чип-бэк, у нас в лице же отдалась курица. За яйцо. Так оно еще и золотое. Какие у вас есть мысли по этому поводу? Ну, если оно, конечно, золотое, то можно попробовать растворить в каждой мошке. Ну, достаточно сложных слав, и миссии, и народные села. О, Господи, достаточно же щелкать кулочками, у меня нужна тишина. Только тихо! Павел Станиславович, я считаю, что нам нужно взять какой-нибудь инструмент и распилить это яйцо. Павел Станиславович, я не знаю, что делать. Александр Борисович, пожалуйста, пройдите к нам 25 футболок. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Пилите шпрость, пилите. А нам надо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok 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 Есть атакуя дверь? Нет атакуя дверь? Нет атакуя дверь? О-о-о-о! Теперь начайте. Физкультура сегодня. Итак, сегодня физкультура. Есть атакуя дверь на экране? У-у-у-у! Грать, сыники, вы велики от народу, уважаемые. Нет денег, выракши! Нет денег, выракши! Нет денег, выракши! Завтра будет. И так посмотрим, есть ли такой ответ на экране. Любовь Зелимхановна, ну какие проблемы? Это что, не форма, что ли? Итак, увы, у команды «Превосходные педагоги» было уже три промо-хо. А по правилам игры… Нет, по правилам игры один участник вашей команды переходит в другой команде. Зачем? Таким правилам игры… Ну что, ладно, тогда переходим к следующему вопросу. И пока что везет команда «Превосходные педагоги». А пока вы посмотрите, еще были ответы у лицеистов. Такого не бывает на четвертом месте. Ответило 8 человек. Неудобно ответить на четвертом. Еще были варианты. Съела собака и надеялся, что не заметит. Ну что ж, переходим к следующему вопросу. Правый первый ответ мы предоставляем команде, которая сейчас отстает. Итак, вопрос… Кто главный в лицее? Охранник. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли такой ответ на экране. Охранник. 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 Команды считают, что главный в лицее охранник. Ха-ха-ха. Но… У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Яна Петровна. Посмотрим. Да, какие все-таки учителя от народа, согласитесь, да? Не понимают. Ну, на самом деле, главный в лицее, конечно, лицеисты. Это однозначно совершенно. Наверное, это первый ответ. Спасибо за скромность. Итак, ваша очередь. Учитель должен быть, конечно. Любовь Селивханна уверенно выигрывает. Угадываемся, почему-то проще, самые неоспространенные ответы. Итак, Завуч, есть ли такая ответственность? Опять третий промок. Опять третий промок. Да, самый популярный ответ. Но, увы, у нас уже было три промок. Посмотрим, какие же методы. Давайте еще скажем о нем. Какие же методы? Да, теперь мы посмотрим на смещение гулянки, что же у нас на втором месте. Кто же главный в лицее? Несколько человек ответили «Дядя Юра» и «Тот, у кого ежат». Так, это еще не лицеисты. Итак, следующий вопрос, который звучит так. Где... Потерпите, осталось немножко. Хорошо. Итак, вопрос. Кто, где в лицее можно отдохнуть? Пусть... Остающая команда пусть опять начнет. Пожалуйста. Пожалуйста. Отдохнуть лицеистам или учителям? Ну, поскольку вопросы задавались лицеистам, то, наверное, мне можно отдохнуть. Столовая. Итак. Где в лицее можно отдохнуть? Можно отдохнуть у нас в столовой? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Спортзал. О-о-о-у-у-у! О-о-о! Вау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. О-о-о-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! О-о-о! О-о-о-о! Какое отнострение уже что-то интересное. «А как и соморку...» А как... А так? Не подошелся... На уроке. Вы считаете, что лицей сможет отдохнуть на урок? На уроке. Итак, посмотрим, есть ли у нас вариант ответа в этом уроке. Вы же проводите так, а? Вы понимаете, вы нас, ну как же так все получается? Итак, где можно отдохнуть? Нигде. Откройте ответы все. Сейчас на ночь. Следующие четыре ответа мы за счет не принимаем. Посмотрим, что было под ним. В коридоре над этим месте, на скамейке, в библиотеке. И некоторые у нас убежали в стране. Итак, последний вопрос. Последний вопрос. Заветный вопрос, на который хотят узнать ответ все учителя. Почему лицеист опоздал на урок? Почему опоздал на урок? Стоят пробки. Стоят пробки. Стоят пробки. Итак, есть ли какой? Да. Стоят пробки. Стоят пробки. Стоят пробки. Следующая. Раз два. Раз два. Так, смотрим. Замечательно. Замечательно. Ученики. Возвращаем. Есть ли такой вариант ответа? Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 И так проходит детство, 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 так проходит детство, детство. Ну и на этот положительный матч мы заканчиваем наш концерт, посвящен вам не учитель. Еще раз спасибо нашему любимому учителю.